Дорогие друзья, несмотря на все проблемы в экономике, мы начинаем реализацию первого этапа строительства скоростного трамвая в Саратове. Выделены средства 330 миллионов. В этом году на эти деньги можно будет приобрести сетевое оборудование, подстанции. Ну а будущий год, надеюсь, для нас также сложится успешным. Предстоит большая работа по замене трамвайных путей, созданию основы для рельсового полотна. Это большая работа, которую предстоит сделать на участке остановки Скаловая и детский парк. Надеюсь, что у нас также все получится. Дорогие современные, так же, как мы это делаем в отношении троллейбусного парка. Кстати, говоря об этом, хочу сказать. Из Москвы поступают троллейбусы. Это делается бесплатно, учитывая, что Москва переходит на электробусы. Нам это позволит выиграть время и существенно обновить троллейбусный парк. Учитывая, что поступающие троллейбусы в Саратов более новые, чем наши. А если сказать открыто, им 2-3 года. И небольшая партия, которой несколько будет больше лет, что позволит нам обновить порядка около 100 единиц техники, потому что мы получим 80, перед этим получили 10 и 7 были закуплены новыми. Дальше, на будущий год, в рамках лизинговой программы, мы сейчас завершили переговоры с Министерством транспорта. Удается выйти на решение покупки по льготным ценам еще 30 троллейбусов. Надеюсь, что это будут троллейбусы, произведенные на Энгельском заводе. И таким образом у нас из 150 единиц троллейбусов, которые работают в городе, 130 будут соответствовать всем требованиям и стандартам. Причем они будут либо новые, либо с небольшим пробегом. Это решит проблему в целом троллейбусного парка. Ну и, конечно, та работа, которую сейчас проводит мэрия города Михаил Санчисаев по увеличению заработной платы работникам троллейбусного и трамвайного депо, позволит нам выйти на, в том числе, и новые стандарты, что необходимо сделать. Необходимо еще провести реконструкцию самих депо, потому что они у нас длительное время не ремонтировались. Им надо уделить внимание, но и создать свою ремонтную базу. Это все необходимо для того, чтобы городской электротранспорт был эффективным. Это также важно, учитывая, что Саратов большой город, развивающийся. И правильно было бы, чтобы перевозки населения осуществляли троллейбусы, трамваи, а в будущем электробусы. Мы об этом сейчас также думаем, обсуждаем вопросы. С тем, чтобы как можно быстрее переходить на транспорт с возможностью перевозить, допустим, от Саратова в Энгельс пассажиров в режиме использования аккумуляторных батарей. Но это все уже для будущего обсуждения. Еще раз хочу вас поздравить. У нас есть чем сейчас заняться. Надеюсь, это и сделают те, от кого зависит уже реализация проектов.